Добрый вечер, в эфире Вести Крачево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Еще одно прорывное соглашение, еще один шаг к повышению уровня жизни и благополучия жителей Крачево-Черкесии. Сегодня глава Республики Рашид Емрезов и с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером подписали программу развития газоснабжения и газификации Крачево-Черкесии до 2025 года. Через пять лет газ будет подведен ко всем населенным пунктам. Программой предусмотрено строительство почти 190 километров межпоселковых и более 270 километров внутрипоселковых газопроводов. Газификация почти 9 тысяч домовладений, трех десятков промышленных предприятий и котельных. Голубое топливо подведут и к знаменитым курортам Тиберда и Дамбай. «Газпром» значительно увеличит инвестиции в газификацию региона, что станет серьезным подспорьем для развития ключевых отраслей экономики, сельского хозяйства, промышленности и туризма, а также продолжит реализовать в Крачево-Черкесии свои проекты и строить соцобъекты. В частности, Алексей Миллер сообщил, что ФОК с плавательным бассейном в ауле Хабес планируют сдать в эксплуатацию в 2022 году. Рашид Тимрезов заверил руководству «Газпрома», что республика будет работать четко по графику и продолжит работу по повышению платежной дисциплины. И сегодня же Рашид Тимрезов провел двухстороннюю встречу с военным комиссаром Крачево-Черкесии Сергеем Белобородовым. Республиканский военкомат из года в год успешно исполняет поставленные штабом его задачи. Повышенное качество призыва и уровень подготовки призывников. Сегодня в ходе встречи обсудили предварительные итоги осенней призывной кампании, а также план совместных действий по военно-патриотическому воспитанию детей, подростков и допризывной молодежи. И вести из оперштаба. Сегодня в Крачево-Черкесии выявлено 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 11 178 человек. Из них 7 178 выздоровели, 901 госпитализированы. Активисты партийного проекта «Народный контроль» проверяют аптеки в Крачево-Черкесии на наличие и доступность лекарственных препаратов, рекомендованных при лечении коронавирусной инфекции. Своими наблюдениями они поделились на заседании ОНФ. Мадина Каркетова подробнее. Дефицит некоторых лекарств, рекомендованных для лечения новой коронавирусной инфекции, стал вызывать ажиотаж, если не панику, среди населения республики. Люди стали создавать группы в социальных сетях, где делятся информации, где и как можно приобрести те или иные препараты. А некоторые предприимчивые жители стали использовать эти площадки в личных целях, торгуя лекарствами, привезенными из Турции или бог знает еще откуда, за баснословные цены. Активисты партийного проекта «Единая Россия. Народный контроль» решили проверить, насколько все серьезно. По словам депутата парламента, Фатимы Кардановой, которая лично принимала участие в рейде, проверяли аптеки на наличие в них противовирусных, противовоспалительных, жиропонижающих препаратов, рекомендованных для амбулаторного лечения новой коронавирусной инфекции. Для того, чтобы такой мониторинг провести и проводить его каждые две недели, мы выбрали контрольные аптеки в каждом муниципальном районе, в разных сельских поселениях, чтобы видеть в срезе прозрачную такую более-менее картинку, по которой можно уже судить и делать какие-то выводы. В числе первых проверили аптеки в Черкесске, Уст-Джигутинском, Малакарачаевском и Прикубанском районах. Мы увидели, что есть ряд препаратов, по которым действительно наблюдается длительный дефицит в аптеках, а остальные препараты в той или иной степени имеются, но очень сильно варьируются цены по противовирусным препаратам. Чтобы вы понимали, даже парацетамол, обычный парацетамол, он варьируется от 5,5 рублей до 125 рублей в аптеках. Понятно, что зависит от упаковки, зависит от количества таблеток, но тем не менее более-менее сравнимые такие препараты от 5 рублей до 10 таблеток. От 5,5 рублей и там 15 рублей, 25 рублей. Я считаю, большая разница. Парацетамол и бупрофен, нурофен, по словам участников рейда, можно найти практически в каждой аптеке. Энгаверин, цикваферон и аскалин – также доступный препарат. Коронавир предназначен для лечения коронавируса, нашли только в одной аптеке, а вот ламиудина нет нигде. В свободном доступе средства индивидуальной защиты. Маски можно купить от 7 до 14 рублей, пара перчаток стоит от 12 до 34 рублей, есть антисептики. Орбидол, о котором многие говорили в социальных сетях, мы слышали о том, что его нет. На самом деле, срез показал, опять же, по тем районам, что нет особого дефицита в этом препарате, но, опять же, есть ряд аптек, которые где-то закупили, перекупили. Вообще, вот, находясь и в этих социальных группах, в медиасетях, наблюдая за всем, что происходит, для себя сделал такой вывод, что, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, не очень хорошо. С одной стороны, это искусственный спрос, и когда люди видят искусственный спрос, есть не совсем добросовестные люди, которые занимаются перекупкой в тех аптеках, где это есть недорого. Немножечко придерживает, и потом с наценкой, с надбавкой какой-то нездоровой начинает это продавать. Фатима Карданова также предупредила о возможности в тех же соцсетях попыток продвижения поддельных и некачественных лекарств, предложила контролировать продавцов на добросовестность. А также на правовом уровне обязать аптеки отпускать жизненно важные препараты в отни руки лимитировано, чтобы избежать спекуляции на чьем-то здоровье и жизни. Своим видением решение этой проблемы поделился депутат парламента Хасан Хубеев. У нас действовал раньше фарминформатор. Если возможно, как бы нам его, чтобы заново она заработала. Это была помощь, в первую очередь, населению, и Минздраву, и всем. Потому что, кроме как ЧП, там не всегда правильно, или где-то группу создает, спасибо. Но фарминформатор, раньше руководители, как мы работали, две минуты позвонили фарминформатору, буквально за семь минут, значит, максимально семь минут у них было там и прописано. За семь минут была информация, где что поступило. Вот это гораздо облегчило. Также Хасан Хубеев высказал свое мнение по поводу средств, выделяемых федеральным центром на приобретение препаратов для лечения больных коронавирусом. Мы через каждый свой рупор дружно должны обратиться. Я, по крайней мере, убежден в этом, что федеральный центр вот эти средства, не в виде денег отправляла, централизованно закупила, вот как автомобиль скорой помощи, закупили и сразу лекарства отправили. Это, по мнению Хасана Хубеева, исключило бы трату времени на заключение договоров о приобретении лекарств, поиск наиболее выгодных поставщиков и другие нюансы. Депутаты такое предложение подготовят и рассчитывают на поддержку общественников. Представители антимонопольной службы предложили жителям республики в случае, когда, по их мнению, цены на лекарства слишком завышены, обращаться к ним. Каждое заявление будет рассмотрено, особенно если это касается жизненно необходимых препаратов. Мы знаем, что они поджат государственному регулированию, что предели цены на них уже утверждены, и за рамки этих цен, допустим, продавцы не могут выходить. По словам Фатимы Кардановой, народный контроль, рейды по аптекам будут проводить регулярно, и результаты мониторинга будут передаваться в Росздравнадзор, антимонопольную службу России, Центральный исполнительный комитет Единой России. Водина Каракетова, Рашид Токов, Роберт Жигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Печальная весть. Сегодня на 1978 году ушел из жизни первый заслуженный врач Карачаево-Черкесии, бессменный главный врач Краснокурганской участковой больницы Бурхан Назаретович Эркенов. Всю свою жизнь он посвятил служению людям, оставался верным клятве Гиппократа более 50 лет. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. По сообщению синоптиков, завтра в Карачаево-Черкесии осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-5, днём минус 1, плюс 4 градуса. Местами от 5 до 10 мороза. В горах местами от 0 до минус 5 градусов. В Черкесске облачно, небольшие осадки. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днём порывы ветра будут достигать до 20 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до минус 3 градусов. Днём потеплеет до плюс 4. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платёж, больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Продолжаем выпуск. Поиграть на игровой площадке, детям отдохнуть, присев на красивую лавочку в облагороженном дворе. Такая возможность совсем скоро появится у жильцов 4-х 16-квартирных домов села Даусус. Масштабы и на какой стадии строительной работы увидела съёмочная группа вестей из Зеленчукского района. Репортаж Алгинаевой. Кардинальные и позитивные изменения происходят в эти дни во дворах многоквартирных домов, расположенных по улице Юрия Хатуева, села Даусус. Мы вошли в федеральную программу «Комфортная городская среда» и начали работы по благоустройству дворов, рассказывает глава Даусусского сельского поселения Руслан Лайпанов. Разработанный на бумаге проект строители реализовали в жизнь примерно на 80% и можно уже наглядно посмотреть его в реальности. Тоже асфальт будет. Здесь тоже асфальт. У нас по проекту так было. Асфальт. И вот здесь они вот даже в этих провода торчат. Освещение будет ставить. А там уже вот здесь лавочки будут они ставить. Лавочки, урны. А вот чуть дальше игровую площадку туда будет ставить. Детскую игровую площадку. Детская игровая площадка, уличное освещение, лавочки, урны появятся здесь очень скоро. Как оказалось, жители не совсем были готовы к переменам, которые сделают их двор современным, уютным и светлым. Наши дворы потихонечку зарастали травкой. Нас это устраивало. Мы старели. Нас такое тише блаш устраивало. И вдруг пришли и сказали, что будут такие преобразования. Естественно, восприняли это сложно. Спасибо, вот Руслан Аскербеевич. Приходил, с нами беседовал. Убеждал, что это будет хорошо. Ну и вот теперь пришла пора, правда, благодарить за то, что сделали. Потому что мы действительно видим, что будет хорошо. Хорошо и то, что строители услышали мнение жильцов. А заметно это даже по установленным бордюрам, чтобы им удобно было пройти к постройкам во дворах. А их, я скажу, здесь немало, установили специальные. По результатам проделанной работы строителей и убедившись, что эти перемены к лучшему, теперь жители благодарят за то, что преобразования коснулись и территории их дворов. Особую благодарность. Хочется сказать рабочим. Во главе вот с прорабом, с замратом. Столько терпения. Одно дело строить шоссе где-то вдали от поселка. Там они только проявляют свои профессиональные знания и наклонности, делают то, что надо. А тут каждому хочется. Три единая задачи у ребят стояла. Сделать красиво, сделать профессионально. А нам надо было, чтобы сделали еще и удобно. Удобно и комфортно здесь будет, как завершаться строительные работы. И, похоже, ждать этого жильцам четырех многоквартирных домов до Усуза осталось совсем недолго. Есть некоторые нюансы, которые не учли в проекте. Естественно, мы это уже согласовываем с архитекторами, с строителями и с жильцами. Естественно, мы находим, пытаемся найти золотую жилу. А сложно ее найти? Ну, бывает с некоторыми людьми, да. Ну, пытаемся, пытаемся, находим, а куда деваться. Две бригады бордюрщиков уже установили около тысячи метров обрамления. Осталось во дворах выровнять грунт, пройтись катком и начнем асфальтировать территорию площадью около тысячи квадратных метров. Если погода не подведет, управимся за неделю, говорит прораб Санграда Кантемиров. А еще в селе Даусус готов к сдаче после капитальной реконструкции и Дом культуры. Осталось повесить шторы и навести последние штрихи. Аладинаева, Али Бастанов, Вести, Карачево-Черкесия, Даусус. Ребенок – главный пассажир. Под таким громким и весьма символичным названием сотрудники ОГИБДД и Ужигутинского отдела внутренних дел провели информационно-пропагандистскую профилактику. Филактическую акцию, которая нацелена на снижение дорожно-транспортного травматизма с участием несовершеннолетних детей. Ахмат Халкечев продолжит. Под особым вниманием инспекторов автотранспорт с несовершеннолетними детьми, безопасность которых может быть не обеспечена надлежащим образом. С нарушителями, помимо административного штрафа, полицейские ведут еще и профилактические беседы. Водителям объясняют, что даже при незначительном столкновении непристегнутый ребенок может получить весьма серьезные травмы и остаться инвалидом на всю жизнь. Детей я всегда вожу в кресле, хотя их очень тяжело пристегнуть. А сколько у вас детей? Внуков? Да. Внуков у меня 10 человек. Так что без варианта, без специальных. Да, без варианта. По-любому у нас, извините за выражение, безголовых очень много. Так что дети должны быть пристегнуты. О необходимости неукоснительного соблюдения правил безопасной перевозки малодетних пассажиров говорят и неутешительные цифры статистики. За прошедшие 10 месяцев текущего года только на территории Узжевутинского района произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 14 детей. Ну а в одном случае ДТП обернулась великой трагедией для семьи. Ребенок погиб. В большинстве случаев видим, что в данных ситуациях, что используются детские удерживающие устройства, ремни безопасности при перевозке детей, которые снижают риск получения серьезных травм. Получают серьезные травмы, которые не были пристегнуты ни ремнем безопасности, ни детским удерживающим устройством. То есть халатное отношение родителей к своему ребенку. В ходе профилактических мероприятий, которые шли чуть больше одной недели, полицейские не только общались с водителями, но и раздавали им информационные буклеты, в которых подробные разъяснения о том, как необходимо обеспечивать безопасность малолетних пассажиров. Стражи безопасности дорожного движения уверены, что если даже те взрослые, с которыми были беседы, начнут неукоснительно соблюдать правила безопасной перевозки, уровень детского травматизма снизится в разы. Ахмат Халкетчев, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Теорема Пифагора». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова